В самом большом в Приднестровье доме культуры в селе Малаешт на выборах играет живая музыка и поют молдавские и украинские песни. Как голосуют в селе, расскажет Яна Рховская. Люди в Малаештах живут закаленные, поэтому дождь сегодня никого не испугал. Многие взяли с собой родных, друзей и пришли на выборы, а еще оделись по-нарядному. Ну а что, здесь так принято, если дом культуры, значит праздник. Ну а что, все составляющие праздника сегодня есть, место красивое, музыка веселая, даже личный вокалист имеется. Сегодняшний день для всех приднестровцев и в частности для большого дружного села Малаешт, это большой праздник. И принято на праздниках веселиться, радоваться. И мы несем свою миссию, дарим людям хорошее настроение и призываем всех сегодня посетить избирательный пункт, принять участие. Я еще помню мои родители, когда было время голосовать, они действительно шли как на праздники. Они одевались красиво и шли, и они все надеялись на лучшее, на повышение зарплат. Мы надеемся на улучшение нашей жизни, надеемся, не как Россия, но может приблизительно хотя бы, чтобы у нас в пенсии была такая, зарплаты были такие, вот у нас такие настроения. Голосуют Малаештых сегодня в Доме культуры. Это огромное здание в самом центре села. И что интересно, в одном месте здесь два избирательных участка. Один в фойе, другой в зрительном зале. И два входа, один парадный и другой со стороны здания. Мне кажется, что очень активно даже. Ну, может быть, с тем, что у нас базар с утра, и люди на базар приходят. Всегда так было, я уже много лет председатель участковой комиссии, с утра вот так. Ну, а потом уже после обеда реже. Ну, пока все нормально, никаких происшествий не было до сих пор. Если в городах люди на выборы потягиваются ближе к обеду, то в селах многие приходят утром. Яркий тому пример. Малаештых, пока мы снимали этот сюжет, насчитали несколько десятков избирателей. Некоторые рассказали нам, что специально сегодня проснулись на несколько часов раньше, позавтракали, накормили всех животных и отправились голосовать. Почему пришли сегодня на выборы? Ну, как почему? Вот мы хотели, чтобы будущее было нормально, чтобы мы жили. Спасибо вот за эти годы, которые все сделали нормально. Почему не будет так выбирать? Чтобы было лучше. Ну, хотя бы как сейчас, не хуже. Вот, допустим, как выбрали Молдову, уже там хуже. На Украине тоже. А у нас вроде нормально. Хочем, чтобы наше государство просветало, чтобы был мир, чтобы дети наши тут родовали нас. Место, где сегодня голосуют, действительно значимое. Дом культуры в селе Малаешт и самый большой в Приднестровье. Но, и что интересно, за 30 лет впервые здесь проходят выборы. До этого все голосовали в местной школе, а она здесь рядом. Почему? Все дело в том, что много лет Дом культуры находился в плачевном состоянии. В прошлом году его впервые отремонтировали за счет средств фонда Кап-ложений. И теперь Дом культуры в селе Малаешт и, как и положено, главное место в селе. Здесь проходят фестивали, выступают артисты со всего Приднестровья. У нас много делается, и в городе много, красиво, и в школы, и везде ремонты. И у нас Дом культуры поменялось, и в школе поменялось все. И вообще очень красиво в селе Дом культуры. Выпечку в селе Малаешт и на избирательных участках сегодня не продают, да и незачем. Здесь в каждом доме уже приготовили свои угощения. Мы собираемся сегодня у сестры. Вот сестра моя тут недалеко живет, на той улице. И мы все собираемся у нее. Как будете отмечать, что готовить? Готовить все. И плаценты, и голубцы, и все. Будем праздновать. Голубцы, раштурь. Это что такое? Холодец. Все уже готово? Да, да. Дома будем отмечать. По всему Григориопольскому району работает 26 избирательных участков, 5 в городе, остальные в селах. Из Малаешт, Яна Раховская, Виктор Гирля, ТСВ. Продолжение следует.